Мы начинаем второй сезон Возроди Легенд Это будет народный автомобиль, который вы все очень сильно любите Вау, как быстро это произошло Все в духе Синдиката Ничего себе! То есть там бобры ходили на разведку, а тут их логово Она едет там, где волки срать боятся Кажется, она была в ДТП, и это была чья-то голова Дорогие мои любимые зрители Мы оказались на таком антуражном переулке под названием Ангелов Не просто так Прямо вот на этой точке, на этой координате, в которой я стою Мы начинаем второй сезон Возроди Легенду Я знаю, что вы очень полюбили этот формат видео Поэтому мы решили сразу бахнуть второй сезон Зачем ждать, как говорится? Наверное, вопрос, о чем мы будем вот сейчас? Что мы будем брать на Возрождение? Это будет народный автомобиль, который вы все очень сильно любите Давайте я дам вам маленькую подсказку Вот в Германии есть Гевентваген, как народный автомобиль А у нас есть аналог, или точнее, может быть, даже мы задали тренд Это Нива Та самая, которую вы все очень сильно любите Почему она, я расскажу чуть позже Ну а сейчас в этой серии вы увидите, как мы ищем ту самую тачку на Возрождение Как мы ее найдем, как мы ее осмотрим А самое главное, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые серии Не пропустить самое интересное Ну и просто порадовать Ангелиночку своей подпиской, лайком и комментарием Ну а мы едем дальше Погнали! Мы пришли на локацию, чтобы посмотреть первый вариант на покупку И это Нива, которую мы нашли даже без хозяина Это не хозяин, это Владимир, механик, который нам будет сегодня помогать в осмотре Нив Как я понимаю, у тебя большой опыт в этом? Да, есть немножко Большой опыт эксплуатации Но сейчас Владимир ездит на бэхе-пятерке, как я вижу, да? Not bad Дали покататься Добрые люди Такого дела Понятно, ну окей А, смотри-ка, она даже в антивандальной краске, да? Или это просто какая-то краска странная? Ну, раптор, по идее На самом деле, мне интереснее скорее послушать, что владелец скажет Потому что мы стоим уже как полчаса здесь и ждем его Мы сделаем небольшой анализ С первого сезона возродили легенду С какими проблемами мы столкнулись И с какими не хотим больше сталкиваться Во-первых, это очень долгое восстановление Мы хотели восстановить машину за три месяца Просто на холоде не разгивается Три месяца мы должны были ее ремонтировать В итоге мы ее восстанавливали аж полгода И очень много именно сил, денег ушло на восстановление кузова Потому что все остальное мы просто перекинули с машин, которые ходили в Японии И все было хорошо На какие проблемы мы не хотим наталкиваться с этой машиной Я понимаю, что так или иначе, если мы возрождаем легенду А не просто ее ремонтируем Это большие деньги Но вам нравится Мне это тоже нравится Мне нравится ощущать себя как инвестора В сохранении этой автокультуры И как-никак восстановленная хотя бы одна машина Которая имеет культурное значение Это уже классный вклад Когда-нибудь я получу какую-нибудь награду от министра культуры и автокультуры Но это будет, видимо, в следующей жизни Поэтому мы сейчас ищем вариант с нормальными документами и с нормальным кузовом Более-менее То есть все остальное можно перекинуть и можно спокойно докупить где-то Сейчас я немножечко осмотрюсь А потом ты дашь свой экспертный хорошо комментарий По посадке как будто она просто как, ну, чуть меньше гелик Только недавно я сидела в Кареноне Сейчас начнет у тебя пойти игра контрастов Мне очень нравится она Блин, так все интересно устроено А вы, случайно, на этой Ниве на рыбалку у Ими не ездили? Я просто слышала, что некоторые вырезают пол, чтобы делать рыбалку на ней Ну, это в основном на возе, когда мы есть люк, отверстие Либо на запорожецах, по-моему, еще, да? Когда с Мишей Литвиным его запорожец смотрели, у него тоже такая дырка была в полу прикольная У Лебушонка этого Но салон, конечно, он требует какой-то реконструкции тотальной Но это не самое главное Она просто, понимаете, как будто служила своему прошлому владельцу Вы же, как я понимаю, не так давно владеете ней Да, перепродавите Давайте ее сердце запустим Ну, пространство тут прям крикнешь, ой, будет эхо Запаски нет Вот здесь должна запаска стоять? Да, да Спасибо, Настя Туман, я знаю, где здесь запаска стоит на ней Она еще роль активной безопасности должна выполнять Да? Угу То есть, если будет столкновение, то она берет на себя и на это При ДТП она гасит Сейчас заурчит, замурчит Ну, знаешь, в отличие от моего гелика, здесь хотя бы подпорка не в виде швабры Это уже хорошо Смотри, как у нас шкивы ходят Вау, как быстро это произошло Все, берем Ну что, Вова, спасибо за консультацию, был беден, чтобы работать Все, мы оплачиваем Нет, а серьезно, что, что по ней? Да я пока так, вот, одну сторону только, считай, посмотрел Главная задача, это кузов и доки Понимаете, это похоже на ситуацию, когда человек пришел к донсисту, у него 10 лет старик Откройки шили рот Ну, у вас тут работа, короче, на миллион рублей Бобры сгрызли пороги Машину продает перекупщик И можем посмотреть на чудеса подготовки Все красиво, обработано антикором, но ровно до пола В принципе, практически лючок Там дальше еще есть просто можно Не будем же мы все-таки отрывать Это люфт такой, да? Связь с колесами Запуск безключевой путем смыкания контактной группы Еще одна болячка этих Нив Тяжело руль крутить В основном мужики все сильные Отрывают рулевую колонку Но здесь уже что-то приварили То есть там бобры ходили на разведку А тут их логово Бубры, курьба Я пердол, какие быдли Ох, какая вкуснятина Вот я говорю, коррект, да? Вы знаете, что себя это уже не впечатляет даже Потому что... Я наоборот радуюсь Я прям вижу, как Женя ждет на машину у себя Он только заканчивает историю с семеркой У них семидневная рабочая неделя В субботу, в воскресенье тоже здесь работают Все для того, чтобы быстрее закончить ее И тут мы опять привозим, как бы, следующего пациента Давайте посмотрим багажник Он закрывался, я понял А, то есть можно просто подойти и вот так открыть, да? Мы же могли здесь звонить А знаете, мы потом еще поедем смотреть Нивы И мы, ну, теперь знаем Мы воспользуемся Мы воспользуемся вашим советом У нас каждые просто Нивы, которые мы будем сегодня смотреть Я вам за травочку сделаю Одну Ниву я уже назвала миллиоником Вторую Ниву волк Тоже узнаете почему А первую Ниву у нас как раз Вот не хвоста, не чешуи Давайте контрольную еще раз запустим ее А в чем разница вообще Вот Нивы 91-го и 21-го года? Переработали двигатель Изменили систему газораспределения Опять же, поставили инжектор Мотор, ну, как бы, это окей Современная машина Подвеску изменили Тормоза изменили Задний мост изменили Шаровые другие Тяги другие Маятник другой Гур поставили наконец-то Это еще первая Нива Ну, не ранняя, но Это последняя из первых Какой вердикт у тебя, Губа? Мотор есть, он замоется Это плюс Может быть, она даже поедет Ну, а кузов что? Кузов вам проще купить новый То есть, это просто... Это Нива будет донором двигателя, видимо Отмечаем в нашем списке Двигатель можно этот забрать Хороший карбюратор стоит Хороший радиатор Редкий, медный Он страшный, но это редкий и очень эффективный радиатор Современные радиаторы, они идут пластиковые с алюминиевыми сотами Эти идут полностью латунно-медные Теплоотдача лучше у меди И живет он лучше И его можно в поле просто запаять Или замазать какой-нибудь там холодной сваркой И ехать дальше А есть еще же... Это как каратыш, а есть еще длинная получается Да Пятидверная Она так странно выглядит Она выглядит какой-то лимузин Который был, ну, немножечко переношен Так, ну что Let's go на следующую локацию Смотрим следующий автомобиль Стоп, 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 давайте затормозимся Я хочу ответить на вопрос более подробно Почему я выбрала именно эту машину В наш новый сезон «Возради легенду» Почему именно эту машину я считаю легендой После этой маленькой исторической справки Те, кто относился к этой машине посредственно Будут ее уважать Вернемся на 50 лет назад в Советский Союз Летом 1970 года Косыгин, председатель Совета Министров СССР Дал указ Ребята, нам нужно создать автомобиль Который мог бы гонять по сельско-пересеченной местности Да-да-да, переодолевать все эти ухабы И, при том, быть комфортным, как городской седан Сможете сделать? Конечно, сможем А когда нужно сдать? Вчера Так что давайте, блин, давайте За работу, ребята, надо сделать ударный аппарат Итак, сложная и длительная работа началась ВАЗ, АЗЛК и Ижмаш принялись разрабатывать машину для села Спустя два года стараний первые образцы были готовы А вы говорите, что в СССР не было конкуренции Все это детский лепет Просто представьте, что три огромных завода В целой стране начали свою борьбу за первенство И выдвигали самые новейшие решения И привлекали самых лучших специалистов Чтобы забрать этот приз И обеспечить себе счастливое, безбедное будущее В тот момент АЗЛК продемонстрировал Москвич 2150 В котором отсутствовали какие-либо нововведения Неразрезные мосты, лонжероны, рама, жестко подключаемый мост Блокировка заднего дифференциала, рессоры в подвеске Все это уже было прошлым веком по сравнению с тем, что создали Ижмаш Ведь они продемонстрировали следующие новшества Несущий кузов Передняя подвеска независимая Задняя рессорная зависимая Раздаточная коробка на Иж-14 позволяла одним рычагом отдельно включать передний мост Отдельно задний Либо оба вместе с понижающей передачей Большинство узлов и агрегатов были унифицированы с Москвичом 412 Вы только взгляните на это чудовище Просто без слез не взглянешь Да, окей, технически она была классной Но в таком внешнем виде она просто не могла выезжать на дороге общего пользования И тогда в дело вступили дизайнеры А ведь поначалу ВАЗ-2121 имел общие черты с Иж-14 Такие как Несущий кузов Понижающую передачу Независимую переднюю передачу И зависимую рессорную сзади Можно сказать, что это был подопытный кролик На котором тестировали новые технические решения В финал гладиаторских боев прошла Нива и Иж-14 И теперь им нужно было посоперничать в испытаниях Задача которых была определить, кто встанет на серийное производство И кто станет любимцем целого народа И забегая вперед всего мира Впоследствии глав дизайнер автоваза Валерий Симашкин и его команда Начали работать над внешним видом ВАЗа-2121 И тем самым новшеством, которое вывело авто на новый уровень Был дифференциал, который позволил наделить ВАЗ-2121 полным приводом На тот момент это было настоящим открытием Так как только Рейнджи Овер и джип Вагонер имели такую конструкцию Все остальные машины имели полный привод за счет жесткого подключения Из-за чего передвигаться по твердым покрытиям было просто невозможно Таким образом, советские инженеры создали ту самую золотую жилу, которую назвали Нива Путем подсчетов всех за и против было вынесено решение поставить Ниву на конвейер Но если было бы все так легко, это не была бы реальность Любая инновация и внедрение ее сталкивается с очень сильным сопротивлением Консерваторов, которые не хотят менять привычный строй Поэтому главному конструктору Нивы Петру Прусову пришлось приложить просто титанические усилия Чтобы завоевать доверие своих коллег по цеху и внедрить нововведения И вот какие Им предстояло перенести длительные и изнурительные испытания Периодически привлекались и УАЗ-469, и ЛуАЗ-969, и даже Рейндж-Ровер, и Лэнд-Ровер По итогу стало понятно, что Нива победила всех, даже зарубежных конкурентов Предыдущий любимчик Иш-14 также проиграл Ниве Из-за ее полного привода и проходимости по всевозможным дорогам Сами того не подозревая, конструкторы Автоваза создали то, что сейчас мы И вся планета называют привычным словом Crossover И получилось просто Мы приехали на новую локацию Мы ищем Ниву от 50 тысяч до 150 тысяч И сейчас мы приехали смотреть, пожалуй, одну из самых дешевых Нив в Москве И сейчас, кстати, мы еще проверим лайфхак, который нам посоветовал тот мужичок с первой Нивы Мне очень интересно, откроется реально или нет Читаю комментарии продавца На ходу из документов ПТС и паспортные данные владельца Машина люфтованная чистил на ней снег, как на тракторе Воспользовательный знак Она едет там, где волки срать боятся В скобках Машина на учете стоит, снимать никто не будет Скобка закрывается Как вы поняли, это серьезный экспонат Самое главное, что почему-то владелец этой машины отказывается нормально разговаривать с девушкой Он как-то очень подозрительно относится к девушкам, которым почему-то вдруг стала нужна Нива Не знаю, в чем вопрос Что такого странного, что я приезжаю и хочу Ниву купить Пойдем посмотрим на этого Типсона Ого, ну какой у вас мощный прожектор Ого Но она, как я понимаю, так, конкретно приподнята Архею покупал Я поменял ее вообще на другую машину Я катался на ней по речке, по бездорожьям, по всяким А, такая афродная машина для вас была А давно покупали? А как капотом году? О! Опа! Новый ГТЦ Как Вова просто такой сразу Отхлебочивает какую-то фразочку А этот шрус меняли? Или это... Да, да, меняли И в нем смазку забивали Вот тут поинтереснее Под капотом получше А на 98-го года? А на 2000-го года, да Нет замечательного медного радиатора Уже вот тот, который ты описывал, да? Зато здесь выпуск спортивный Да Ну, наверное, Subaru Sound Какие проблемы? Сейчас я вам все покажу ПТС синий Оригинал Ничего себе Это просто редкость Мы ищем машину чистую под оком И чтобы она была хорошей по кузову Давайте запустим ее О, как бодро она завелась Немножко коррозия присутствует В полном объеме В принципе, вот в предыдущей машине было то же самое Только скрыто под раптор Здесь то же самое, только без рапторов Вот они, пороги наши Замечательные Сейчас мы выйдем И попробуем провести тест-драйв багажника Как говорит, валит на все четыре стороны Ну, в принципе, да Да, он так открывается Это заводская комплектация Это для аэродинамики? Усиление, сварочная работа Да, и на самом деле Вот тут кузов жив В сравнении с другим у меня вариантом был Ну, там вообще жуть Решу вас обрадовать Здесь лонжерон у вас тоже лопнул Здесь крепление балки Здесь обваривали уже, усиливали Но оно опять рядом порвалось И пошло туда Я нашел название выхлопа Stinger Sport Короче, ящик Мандоры, да? Но сравнивая с предыдущей Да, в принципе, все то же самое, только без раппы Все, в принципе, то же самое, только чуть дороже Там на 40 тысяч рублей Та дороже, та сотка, эта 60 А с документами что у нее? Просто ПТС-ку он мне отдал Никаких купли-продаж Он мне прислал гаишники Короче, фамилию и имя отчества хозяина А, я понял То есть контактов к тем человекам нету Именно крема А как ее ставить тогда на учет? Она на учете стоит сейчас Если как-то восстановить СТС-ку Даже не заморачиваться Я катался и все А, ну вы, короче, не выезжали особо на дороге общего пользования? Да, да Чисто в лес В лес, да, по дрова Как я понимаю, мотор у нее чуть лучше, чем у той? Ну, хотя бы Поинтереснее И течет везде, где только можно Окей Но по кузову слишком много вопросов Ну, прям достаточно Рвание, прям откровенный Свет хотя бы нет Крыша не оторван Мы соглашаемся уже на такие слова Безопасность тоже отсутствует Тут из-за того, что документы Безопасные Да Активной безопасности нет До Волков эта машина не добралась Но до Бобров, да До Бобров доехали сто пудов Это Боберн, что это Саша Это что? Старый датчик уровня тормозной жидкости Да, да, стоит Я так понимаю, просто не хватило А где тормоза? Тормоза есть Бачка Да Стоит от девятки Ее возможно восстановить в идеал за, грубо говоря, 4 месяца А сколько рук будет трудиться 4 месяца? У нас всегда на подряде 4 руки Восстановить, конечно, можно Вопрос только целесообразности такого восстановления Сколько нужно будет сил потратить Сколько железа здесь поменять Здесь срамы и прям проблемы Передний лонжерон, правый точно делать Левый можно будет, ну, тоже Я думаю, комплект там придется делать Плюс навесные элементы Понятное дело, двери, крышка багажника Ремонт задней части, там, с полом и с задним фартуком Это надо будет производить Ну, если в идеал Еще, да, два порога Денис сам понимает, что это жесть Нет, это не стоит того Ладно, спасибо, что вы нам уделили время Давайте лапу Было приятно познакомиться Спасибо При создании Нивы началась натуральная битва целых поколений инженеров Евгений Иванов, заслуженный инженер-конструктор Был против идеи Петра Прусова использовать несущий кузов Дело доходило даже до небольших оскорблений Ты где видел салага, чтобы так внедорожники строили? Внедорожники так не строят Упрекал Евгений Иванов гения юнца Но молодая на тот момент кровь победила Был использован несущий кузов и дисковые тормоза вместо барабанных И вот свершилось Нива в 1977 году пустилась в производство Но если вы думаете, что теперь каждый советский человек мог обзавестись Нивой И быть счастлив, и катать на ней по силу и по городу, то нет Во-первых, Нива стоила 9000 рублей А в то время зарплата была около 140 рублей в месяц Для сравнения, Волга стоила 9500 рублей, хотя она была совершенно другого класса Но главный фактор, почему ты не мог просто взять и купить Ниву в Советском Союзе Заключался в том, что квота была суперограничена И всего 20% от выпускаемых Нив продавались внутри страны Все остальные 80% пускались на экспорт Новые параметры и цена сделали свое дело Нива произвела настоящий фурор в зарубежных странах и начала экспортироваться более чем в 100 стран Даже в Германии, в стране-лидере в сфере автопромышленности, был огромный спрос на советский эксклюзив Чисто для сравнения, в Германии Нива стоила 15600 дочь марок Toyota Land Cruiser и Range Rover от 24 дочь марок А Gelex стоил минимум 31 тысячу марок В Советском Союзе Нива была представлена закрытым трехдверным кузовом А вот дилеры других стран добавляли различные допы Люки, расширители колесных арок, разные решетки радиатора, кенгурятники, подножки, противотуманки В общем, дооснащали всем тем, что вы можете заказать в БГТ Ту-ру-ту-ту Нативная реклама подъехала Зарубежные лидеры даже предлагали возможность сделать Ниву кабриолетом, пикапом или просто с высокой крышей Вот такие волшебники Иностранные журналисты были в восторге от советской Нивы Таким образом Нива завоевала всеобщий респект и очереди по всему миру Но это был еще не самый фурор Настоящий хайп Нива подняла участие во всемирно известной гонке Ралли Париж-Дакар, которую подготовил француз Жан-Жак Поп На Дакаре 79-го года две Нивы Попа вышли, имея минимум изменений Всего лишь каркас безопасности, дополнительные баки и емкость для питьевой воды Они заняли 28-е и 42-е место Это француза никак не устроила И уже в 81-м году Жан-Жак и его команда подготовили машину на 140 лошадиных сил И вот тут, наконец, подиум Первая машина занимает третье место, а вторая 11-е Это был огромный успех Спортивная слава распространилась настолько быстро, что уже на следующем Дакаре На старт вышло рекордное количество советских внедорожников Целых 20 машин В тот год Нива, подготовленная Жан-Жаком, завоевывает второе место И уже через год повторяет успех, опять закрепляя за собой второе место В 81-м году ралли Париж-Тунис первое место В 82-м году ралли Фараонов первое место и Алжирское ралли снова первая позиция В 83-м году ралли Фараонов Нива занимает все три первых призовых места Год за годом Нива завоевывала титул лучшего внедорожника и укрепляла позиции советского автопрома Одним из самых необычных прототипов на базе советского внедорожника можно считать вот эту Ниву Выигравшую в 90-х годах чемпионат Италии по кроссовым гонкам В нее был установлен 300-сильный V8 от Феррари Уму непостижимо, но академик, видимо, уже тогда колдовал над тачками Нива стала поистине уникальным автомобилем и любимицей не только советского народа, но и всего мира со всеми заслуженными титулами Таким образом, Нива стала окном возможностей для отечественной автоиндустрии И просто представьте, мы могли стать законодателями и трендсеттерами мирового уровня Но то ли из-за сложившихся обстоятельств с развалом СССР То ли из-за халатности тех, кто был у руля автомобилестроения Мы упустили этот шанс Эта искра автоиндустрии так быстро загорелась, но так быстро погасла Тем не менее, нельзя отменить тот факт, что в свое время Нива стала легендой автопрома И ее культовое значение неоспоримо Поэтому я решила, что ВАЗ-2121 должен войти во второй сезон «Взроди легенду» и обрести вторую жизнь Мы приехали в сервис к Алексею И так, по вопросу, вы его называете «Просто лег» А что у Лехи «Просто лег» сейчас спрятано здесь? Садимый, который ты искрал под проект Да, не под проект Покупался автомобиль для продажи Покупался в очень ужасном состоянии Я решил им заняться, дать ему вторую жизнь Этот автомобиль я разобрал руками Снял железо после горя сварочков, которые приварили на него железо И начал восстанавливать Переварил боковины, передние крыжи, переднюю панель, частично пол Усилил передние лонжероны, покрасил капотом И потом уже не было времени Были другие машины, которыми нужно было заниматься И также своя машина Вот, и я отложил это дело на покажу А потом это было как раз два года назад, да? А что сейчас? Это заморозка или что? Это? Это не Нива Это Suzuki Jim Да? Просто они такие все похожи Нива, вот она стоит Это Нива Ничего себе, она такой живчик служит Блин, вообще дверь только-только из Тольятти к нам приехала, да? Да, она Тольяттинская, родная заводская В сером цвете вазовские запчасти Называются в катафорезном грунте Те, которые собирают машины на заводе А черного цвета и бесцветный Это тот металл, который идет на продажу Вся эта часть была перебарена Вам даже... Да, да, да Распаковка Реальная распаковка После моего восстановления я зачистил все под капотом и покрасил Я готовил машину как с завода с нуля Если обратить внимание туда под подкрылок Здесь приварена уже пластина усилителя лонжеронов На предыдущей Ниве здесь были дырки Фотографии вы, наверное, видели, да? А что там было? Ну, там, в принципе, от машины ничего не было Там было что-то похожее на то, что мы только что смотрели Серьезно? Да И ты вот это вот все своими руками восстанавливал? Это очень круто Слушай, давай я тебе пожму руку, но вот так, да Это очень круто, прям респект тебе большой Я думаю, что мои подписчики оценивают труд Леши И это реально достойно, во-первых, лайка Во-вторых, комментария доброго слова про Лешу Документы есть ПТС, СТС С хозяином я давно уже не связывался Она не у тебя? Нет, она не на мне Договор купли-продажи мы не составляли Потому что у меня не было времени И потом я подумал, что я ее восстановлю И тогда я уже наберу ему И встретимся, составим договор купли-продажи Она по штрафам пробивается как без штрафов Без запретов Ну, как говорится, чистый автомобиль Я думаю, что нам, во-первых, очень сильно повезло Мы вообще не планировали сюда ехать Наш маршрутный лист выглядела так Мы, грубо говоря, были в Химках Потом мы поехали из Химок в Домодедово в час пик И потом мы из Домодедово должны были ехать в Мутичи То есть это почти вот какой-то треугольник, да На дорогу мы потратили огромное количество времени Были полностью все измотаны И решили просто вкинуть мысль Вкинул ее Вова А что если нам поехать, допустим, не в Мутичи, а на академическую К моему знакомому, который восстанавливал свою машину Но по каким-то причинам я перестал восстанавливать И вот сейчас типа продает Есть такой полуготовый проект Я такая, ну давай поедем посмотрим Может он еще что-то интересное покажет И тут оказывается просто тут такая находка Это не мимо Это какое-то золотое сечение, которое нам нужно было По докам все в порядке И по кузову все в идеале То есть нам остается только доделать ее так, как мы ее видим Мы еще, ребят, походу нашли Пока не забегая вперед Человека, который может нам это все помочь сделать Ну, если у него будет время на это По нормальным деньгам Потому что косты надо резать Серьезно резать Это я поняла по первому блину, который был немножечко хомом Золотым блином Самое главное, что я себе представляла Сейчас мы объездим 10 вариантов Мне понравится со стиснутыми зубами Один какой-нибудь И то я его буду покупать через силу А тут я приезжаю и понимаю, что эта машина ну просто идеальная И смотреть больше ничего не надо И она стоит, ребят, меньше 150 тысяч Прикиньте От нее есть двигатель Коробка передач Передний мост Раздатка Ну, все, что в принципе необходимо этому автомобилю Также проводка есть Два лобовых стекла Не хватает рулевые тяги поставить Рулевая колонка есть Руль есть Сидения есть Передние Задние Отсутствует Ну, это, конечно, сильная утрата С учетом того списка, который ты назвал Стекла тоже есть И боковые, и на двери Нет стеклоподъемников на двери Они электрические? Ну, здесь уже с двери нового образца Сюда уже ставились электрические стеклоподъемники Также можно поставить ручные весла А как ты думаешь, сколько нужно времени на то, чтобы ее доработать в идеале? Если заниматься с 9 утра до 10 вечера Месяц, наверное Леша, а что по деньгам? По деньгам законченный проект я хотел продавать за 200-250 тысяч Но так как я его не закончил, за 150 я могу отдать А у Леши ним тоже над головой вырастет Блин, ну это прям крутой проект Я думаю, что, скорее всего, вероятнее всего, мы его забираем Тот же самый синий ПТС Еще старый Таких сейчас не делают Выдан он у нас в 2001 году И у машины у нашей всего два собственника Это просто моя М5, я 60 Первый собственник у нас был 37-го года рождения И второй у нас 78-го Это как мой прадедовка То есть на Леше она не стояла, поэтому там он не сидит Да, но Алексей брал ее под восстановление И в процессе восстановления ее не перерегистрировал Вот вы прикиньте, кто-то может стать просто ее третьим собственником Наверное, мы ее не будем ставить на учет А ее поставят уже на учет человек, который ее выиграет И прикиньте, у вашей Нилбусы два владельца до вас В оригинальном синем ПТС Это просто реклама какая-то такая идет У Леши еще есть крокодил, плетедверная Нива И она мне напомнила те Нивы, которые ездили на ралли-гонках в Париж-Дакар Потому что она вся в наклейках, она такая люфтованная Она смотрится грозно Короче, подготовленная, да? Она участник соревнований Я вместе с супругой принимаю участие на соревнованиях Я пилот, она штурман Ну все как и в принципе в бытовой жизни Все правильно А что за соревнования такие? Ориентирование, триал А где-то это Нива застревала вообще? Она застревала, когда была не подготовлена У нее колеса меньше стояли Сейчас 31 колеса стоят А стояли 27 Там, да, она застревала Но всегда мы выезжали или своими путями Также ставим домкрат хайджек под бампер Поднимаем машину, подкладываем или стаскиваем в бок с колеи Или мимо проезжающие также участники Цепляют трос, дернут и дальше поедут И ты дальше же едешь Короче, да, пока кто-то смотрит кино, вы кино устраиваете Здесь стоит лебедка внутри салона Я могу из салона задействовать, могу на улице задействовать Плюс то, что она в салоне, вес распределен Также здесь, если она будет стоять, она всегда грязная будет Там она будет почище Лебедка, которая устанавливается в салоне на полу Этой же лебедкой можно лебедиться назад через багажник То есть можно и найти как бы и выход, и вход И она еще может, как я понимаю, нормально так зайти по горло в воду На этой машине я плавал, ну, наверное, вот так, да, как раз А в салон попадала? Когда едешь, нет, когда останавливаешься, да А, у тебя еще какие-то анатомические сидения там, что ли? Просто чехлы Ну и так не круче, что она настолько высокая На торпеде ее талисман, это же крокодил А, да, серьезно, смотрите Вот такой дядя Гена Off-road даже написано, 4 на 4 Какие доработки у них были? Здесь очень много доработок и по трансмиссии, и по двигателю, по коробке, и по мостам То есть, ну, тут стандарта мало осталось Тут кузов только осталось сделать, я как сапожник без сапог Переварить пороги, поменять крылья, поменять передние крылья, задние крылья, переднюю панель Ну, так же, как и на той машине Но главная, ребят, доработка Это провод для зарядки для айфона Должен быть везде Ну, слушай, круто, прям круто Но двигатель здесь не доработан, стоит родной, да? Здесь, да, он частично доработан, но объем еще не увеличен Здесь будет увеличиваться объем до 2 литров 1,7 стоит, поточить там тоже придется Ну, то есть, это родной блок просто? Родной блок, на родном блоке, на родных поршнях Какой результат, что это дает? 120, 130, наверное, уже будет А на родном? 82 лошадки или 80 40 училиных сил? Да Ребят, я привкушаю много вопросов Зачем я взялась за второй сезон в «Зради легенду», если мы еще не закончили эту машину? Какие там комментарии были? Сейчас я вспомню Не доводишь дела до конца, делаешь все из-под палки, бросаешь все на полпути Ну, вот что-то вот такая штука Но самое интересное, что я записываю это видео, когда мы уже полностью закончили нашу большую историю с дедушкой Вовой И сделали там все, как я считаю, филигранно Потом, как вы видите, у нас Е-30... А, блин! Нельзя! Ты что? Они еще не должны знать, в каком она состоянии Как-то лучше заблюрить? Допустим, мы ничего не видели Сейчас Е-38 у нас почти все Она уже на рельсах, она уже готова объезжать всю Россию на своих четырех колесах Я не хочу останавливаться, я хочу, чтобы мой локомотив, вроде легенды, просто пер И когда мы эту машину уже разыграем, у нас была вторая тачка, которая уже близится к финалу, к завершению своей реставрации Поэтому мы берем ее прямо сейчас, потому что, как мы поняли, такие машины не делаются за два или три месяца Такие машины делаются долго Если мы хотим их делать вот в таком качестве А не просто облил краской, покрасил диски, и все на этом, и разыгрываешь Мы про другой уровень, как вы это уже поняли Мы про уровень люкса, ребят Это машина, которую не жалко поставить в музей И я надеюсь, что, кстати, тот, кто выиграет эту тачку, он ее не продаст Ну, а если продаст, то за очень дорого Вот, надеюсь, что я все эти вопросы заранее на них ответила Едем дальше Сейчас мы будем смотреть Ниву, у которой пробег 1 миллион километров Поехали Все в духе синдиката Мы приехали в заброшенные гаражи, ну, как заброшенные, нормальные гаражи Открывать машину А сколько она у вас уже стоит там? Ну, конечно, не 14 лет, но 3 месяца тоже пойдет А это не у нее, да, двигатель от Паджеро? Нет, есть у меня машина, она на базе Nissan Patrol U61, а мосты U61 Он стоит на раме, там сиденья от BMW, которые с массажем, вентиляцией, ломайкой, там, ПТД, ЭТП Раздатка Паджероевская Полностью установлена, практически Паджероевская торпеда Короче, база, Нива, все остальное, накидное от Паджеро Кузов, да, как бы, волн, плавящий шкур Ничего себе А гуляет она вообще там Вот эта вот вторая Нива Все изменения вписаны у нее А, то есть, она официально поставлена? Официально, да А вы этим прям плотно занимаетесь, да? У меня Субурбаны Так, это у нас Нива Как мы знаем с объявления, вы вроде там написали, что 1 миллион километров, да? Или это... А сколько на ней реальных километров? Ну, у нее двигателя нету То есть, вы продаете просто кузов? Кузов, да А тут основная ценность – это документы Потому что это такой геморрой, это стоит 250 рублей где-то Что именно? Вот эти все изменения Основная ценность этой машины – это документы Потому что все документы, все изменения внесены в машину А какие изменения сюда внесены? Словые вампера, там, лифт подвески, лебедка, лестница боковая И что-то там еще, еще, еще Документы я взял с собой А можно зайти, да, посмотреть? Конечно, нужно Но кузов, как я понимаю, он такой То есть, он не реставрировался Он в таком много плачевном состоянии Но она прошла где-то километров так 400, наверное Даже, может быть, и полмиллиона Так, тут, конечно, очень узенько Называется Почувствуй себя этим Индиана Джонсом Мы ищем сокровище О, шикарно Там еще и санки продаются вместе с ней Судя по салону И судя по Какой-то там я вижу еще Там всякие узлы накиданные внутрь Но надо такое ощущение Попыт, реально, миллион прошло Пороги у нее менялись, варены Они просто не крашены И как бы, ну, они зацвели А, то есть, оцинковку не делали И они зажавели, да? Ну, да То есть, оцинковку тоже не сделали То есть, как я понимаю Это чей-то проект Который кто-то начал И потом продал Скажем так, я эту машину спас От кого? От металлолома Ааа Так, это та Нива, которая пройдет за 900 Можно открыть, да? Конечно, можно даже Диски восаны Оригинальные? Не знаю Не знаю, врать не буду Знаю, что Atex V оригинальные Летние, 20-е А у нее еще шевел Еще 20-е, да И еще у нее 5 колес грязевых То есть, у нее 3 комплекта тапок Ничего себе, у меня даже столько туфель нет О, там еще такая обшивка, смотри Боевая А там она для оружия и так далее То есть, сиденье заднее убрано То есть, как бы, она готова для охоты А какой год? 2016? Пробег 29 тысяч Свежа, кстати Да, 29 тысяч А вот и запасочка Да Ну, в принципе, как бы, я думаю, видно Вообще, друг Да нет По-другому все Я вот за месяц в нее вложил уже 1070 Новый аккумулятор Усиленные вековские ЦАПы с подшипниками Потому что родные не держат такие колеса Генератор новый усиленный Представляете, 29 тысяч пробег генератор полетел Автобаз Вопросы к нему большие Но, на самом деле, у нас была задача найти машину с более-менее хорошим кузовом Потому что мы восстанавливали E38 сейчас Мы ее купили с ужасным кузовом Мы напарулись на ужасные грабли Потратили на эти грабли 3,5 миллиона рублей на восстановление И поэтому мы ищем тачку с хорошим кузовом Но по документам у вас она в порядке И это, ну, плюс А какая у вас сумма на вот этот кузов? Я не помню, сколько там 100, ну, до 150, короче И, как бы, ну, в комплекте технички, двигатели, коробка не идет Там, по-моему, раздатка, торпеды, сиденья Там куча всякой мелочевки Ну да, но она совсем подходит, на самом деле Ребят, у нас случился неожиданный оффроуд К чему я очень рада Но я была не подготовлена Потому что посмотреть на мои тяги Сразу можно понять, что, ну, им придет немножечко кранты Здесь у нас Нива Как она называется? Шеви? Да, я хороший автоблогер И это УАЗ Они немножечко изменены, виды изменены Поэтому Вова входит в кадр И рассказывает, что он сделал с этими малышками Всем привет! Нива визуально не сильно изменена Практически в стоком состоянии внешне По-технически довольно так серьезно доработана под оффроуд Произведен лифт подвески Где-то 5 сантиметров Установлены колеса большего диаметра Подготовка под переносную лебедку То есть лебедка в машине лежит в багажнике Если нужно, мы можем ее достать Здесь все подключается И лебедка на машине установлена Я смотрю, там лебедка уже на вот эти моменты постаралась Были разные нюансы Автомобиль принимал участие в соревнованиях по внедорожью Гонялся за квадриками по лесу и так далее Вся, в принципе, боль любой Нивы Это недостаток мощности Пошли по пути наименьшего сопротивления И установили просто турбину Стало идеально, как будто так было с завода Да не мешало бы на самом деле делать так с завода Ну тогда это была бы не настолько популярная машина Она бы стояла чуточку дороже Примерно раза в два Ну, с учетом того, что если это в заводских масштабах У тебя тут паруса еще, я смотрю Тоже это достаточно? Это в процессе доработки Нива никогда не заканчивается То есть постройка Нивы, она бесконечная Как и ЕТС-8 Да, все верно Также тут, собственно, эта подготовка та же под лебедку Розетка под нее Опа, смотрите, пуфик минус А ты это сам делаешь? Естественно Сам? Никому не доверяю свою машину Ориентировочных 120 сил в моторе стало Не так много Но в отличие от 84 Да, прирост очень ощутим Машина, в принципе, в городе начала двигаться Нормально в потоке Можно ехать свободно, как все Есть скрытый шноркель То есть на машине можно преодолевать брод Примерно до фары Если бы я не смыслила в тачках И ты бы достал эту штуку при мне Я подумала, что в него можно вставлять, знаете, пылесос По мелочи, собственно, установлен генератор более мощный Также установлена пневмосистема для управления пневмоблокировками То есть здесь блокируются все дифференциалы Передний, задний, межосевой Можно гребти всеми колесами Я сделала маленькую ремарочку Вообще, почему мы вдруг это стали показывать У нас были смотрины Мы выбирали машину И вот нашли почти ту, которую хотим покупать И вдруг у нас Вова такой У меня есть, короче, Нива Шеви Могу вам показать ее Это не обязательно тот вариант, который мы будем делать с нашей Нивы Тем более, это все-таки немножко другая модель Но это как возможный вариант конфигурации, которую мы сделаем Может быть, у нас будет оффроудная Нива Может быть, у нас будет модная Нива Голосуйте в комментариях Турбина не мешает ни для какой Это вишенка на торте, да? Она нужна, потому что мотора стоковой Ниви любой В принципе, не хватает Это самая основная проблема То, что машина не едет Ну а в городе тоже не хватает? В городе нужно быть опытным шифтером Чтобы ездить нормально, да, на стоковой Ниве Трехдверная Нива едет лучше, чем Шевик Шевик тяжелее на 200 килограмм Ну поэтому, наверное, тут и играет роль Что с Уазиком у тебя? Он выглядит как, если честно, какой-то вот прадед Гелендвагена нового Русский гелик, своего рода За это тебя не... М? М? Все доработки сертифицированы Вписаны в ПТС В Уазике Здесь в стационаре установлена лебедка Произведен лист в подвеске Силовые бампера установлены у нас Передний, задний Ну и по мелочи Там печка изменена чуть-чуть получше То есть Уазик у нас стал теплым наконец-то Все Уазики холодные В них холодно В этом Уазике жарко Но, к сожалению, жарко всегда Даже летом В планах установка кондиционера Окно Это тоже боль Уазика Я могу показать окно Я не знаю, кто это придумал О, Господи Но это окно открывается как вперед Так, собственно, и назад И даже в Макдаке нельзя забрать то, что ты взял просто И по сути, то есть ты даже закрываешь тачку У тебя все равно остается вот это вот Ну, это все, закрывается Ты можешь вот так открыть, да? Да На самом деле это техническое решение было Все стекла, кроме этого, закрываются Просто это сделано на случай, если в лесу потерян ключ Вдруг ты там ушел, закрыл, вернулся, нет ключа Хотя бы как-то в него забраться В Уазике два бака Слева, справа Да? Да Я не знала, это сток Да, да, это с завода два бака Ну, это же идеально Почему это делать на каждой машине? Они маленькие По 35 литров Левый, правый А, я думала, что это типа один большой бак стоит И в него просто сливы идут Нет, но заправляться можно в любой Они между собой сообщаются То есть подъезжаешь на любую колонку, заправляешься Это удобно? Это удобно И что ты тут делал еще? Колеса большего диаметра также установлены Это 33 колеса Установлены расширители арок Потому что без них сначала было И 500 метров по мокрой дороге Машина была вся абсолютно грязная Закиданная грязью, снегом Всем, что есть на дороге, все было на машине Слушай, она выглядит очень грозно Хорошо, а сколько ты потратил на Ниву под оснащением? Под оснащением? Ну, я после какого-то момента считать перестал На ней очень много было экспериментов То есть на ней уставились все типы блокировок И винтовые, и с преднатягом, и локрайды В итоге я пришел к тому, что сейчас стоят стопроцентные блокировки С пневмоуправлением Берите на заметку, что вы не этот весь ряд до оснащения То есть сейчас подобный конфиг я могу человеку сказать Как собрать и что сделать То есть опробовано было все В целом, я думаю, что Машина была куплена довольно недорого Ну, давно У нее интересная история Она там трижды переходила по наследству И в итоге досталась мне 300 тысяч стоила машина И вложено в нее было со всеми экспериментами Наверное, 450 Я думала, что сейчас надо 4 миллиона 500 тысяч Нет, не так много 450, то есть это все удовольствие за, грубо говоря, 850 тысяч Это с учетом того, что большая часть была сделана своими руками Ну, это очень божеская цена А вазик что? В нем делалось все мной Кроме установки расширителей Первая закупка запчастей была на 150 тысяч где-то Плюс лебедка Ну, где-то 250 тысяч рублей в уазике А, ну и печка 300 где-то Под 300 в уазике И сколько уазик сам стоит? Уазик стоил около 500 тысяч То есть, грубо говоря, у тебя вот В имении до миллиона, до миллиона Да Ну, по нынешнему рынку Подобный уазик стоит около единиц Но ты его не собираешься продавать? Нет Окей Я сомневаюсь, что кто-то его купит А скажи мне такую вещь Вот если бы ты эти две тачки продал Что бы ты купил одно? Альтернативу Двух Ничего На самом деле просто Есть варианты, допустим, что-то из японских внедорожников Но у них есть большой минус по сравнению с нашими Если ты где-то сломался Тебе нужно искать запчасти Заказывать Заморачиваться Если Нива сломалась в лесу Есть вторая Нива На второй Ниве можно доехать До ближайшего хлебного магазина Можно на нее купить мешок запчастей Практически в каждой деревне Там же в лесу ее починить и уехать Но Нива ездит и на дальняк Две шестьсот я проехал на ней И бежит она порядка 140 В принципе стабильная скорость для нее Нормально едет 140 Но расход Стурбийный расход вырос в полтора раза Нива кушает где-то литров 17 Но стоковый мотор тоже Если давить 140, он будет есть тоже 17 Я считаю, что это хорошая точка И мы сейчас выезжаем уже по делу Месить, ну не грязь, но хотя бы сугробы Let's go Погнали? Погнали Это что? Это компрессор Управление блокировками, а вот оно включается Также выключается Там как будто что-то прысло так конкретно Охренеть! Я хочу пустить сюда Подожди, я не могу пустить За ней наехать У нее прям взрыв, да, происходит? Как будто После четырех тысяч Если вам нужен такой комбайн Обращайтесь по номеру телефона 8805 555 555 Просто ты делаешь новую колею Вова, ты клещишь Курпью сейчас Мне пожалуйста два big mac'а Big TON, картошку фли Забей корову Вову за базиком, чтобы он приезжал на свою доску. Он прямо здесь. О, как пахнет вкусно. Это что за парфюм у тебя? Это антифриз. Знаешь, ты пока втыкнешь первую на эту власть. Вау, 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 пошел, пошел, смотри, спалует, спалует. Там не было, если что, дороги, снова совсем. Просто сделали новую колью, смотри. Хочешь здесь езжай, хочешь здесь езжай. Так, а теперь как? А теперь я залезу вот так. Давай ты меня предупредишь, чтобы я не села никуда. Опа. Оле-ле-ле, я пасну. Ты что, ты как-то ехал на поперечную спагнад? Почувствуй себя вулачковым в один момент. Опа. Все. Без происшествий. Фух. Нет, давайте посидим, что мы не хотим. Там же ты... Стоп, подожди, я еще не пустил. Жесть. Пам, мне говорилось не кататься с незнакомцами. Но я не наделала по-другому. Коротко о проходимости. Мило. Да это просто жесть. А колку на тачку? Что-то. Свежак. Свежак, да. Я чуть просто не уронил, но я удержал еще. Да ну, нахуй. Вот так можно было перевернуться, кстати. Да, вообще спокойно, да, иди. Это же не было. Надо переворачивать. Надеюсь, мне не нравится. Смотри, че отлазишь. Вот здесь, думаю, хорошо сейчас, когда мы так подлетели. Там что, озеро? Да. Я надеюсь, мы не поедем сюда. Нет, мы не поедем. Мы же не на шеркалке. Сюда ты не хочешь поехать? Поехали. Нет, 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 это... Я говорю, не хочешь! Ты видел, что там просто обликнул? А вот это там проедет. Ну, пошире. О, давай прям туда, прям вот. Дюробидити тест у нас будет конкретный прям. Очерез Нева не перескочим. Нева низкроват. Все, первый раз. Блин, я думала, что у нас лапа указала, мне прикольно. Я так, блин, запереживалась. Ну-ка, давай выйдем, посмотрим. Жесть. Эх, Вовка! Ну, пыла. Не нужна тебе такая машина. А тут еще угла поцел дать или что? Немножко не рассчитал, да. Экшена на кубический сантиметр. Просто... Смотри, Жову просто съел. Я почувствовал, что все нормально, просто мне помогут. А что ты сейчас делаешь? Я подключаю лебедку. Это ремоут контрол такой типа? Да, потому что есть еще дистанционное управление, но, естественно, я не собирался застревать, и я его с собой не взял. Ну да, вы проехали здесь на лазике. На ней вы не проехали. Пока мы там страдали ерундой, ребята уже, на самом деле, все подготовили. Погнали. А, и ты себе вот этот контроллер вывел в салон, да? Ну да, но обычно это дистанционный пульт, просто его с нами нет. Там снежный панал, подруга. Ну что, идем дальше? Немного минута назад. Я тут смотрю, как гусы урус разыгрывают просто. Субтитры делал DimaTorzok Вова хочет добиться своего и проехать по этой запыленной Калинии. Я не представляю, как это можно сделать. Ты видишь, какая там просто… Ну мы поехали туда. Можете встретить нас там на выходе. Ты можешь пройти и мы оттуда выйдем. Ты уверен? Да. Да. Я взрываю не Васика. Ну раз я научилась управлять шерфом… Кстати, мне не справлюсь, что… Конечно, справлюсь. О, как красивый пробег у нас сейчас. Ровно 88 тысяч километров. Да. Да, да, да. До конца точно. По-моему, такие усилия не надо признать. Так, первая. Отлично. Победа. Смотрите, она прям классно схватывает каждую из шерфов. Хватаешься нормально. Такая, она как будто до тебя подруливает. Прикольно. Ты там смешиваешься. У-у-у. Ну, конечно, не делаю армонес как ты, у меня не шайтан, а что-то могу. Я тоже не шайтан такой. Мне нравится, мне нравится. Вот ей бы чуть-чуть комфорта, какого-нибудь эстетического плана в салоне и вообще будет бомба, пушка, гонка Ну что ж, наша маленькая оффроудная ремарочка подходит к концу Да, это не та самая Нива, которую мы будем восстанавливать Это просто Нива, которая была построена чуть позже и на базе нашего 2121 Что мы можем сказать? Ну, дочурка-то хорошо едет, она прям схватывает оффроуд как свою родную местность Это очень круто, мне понравилось, что эта машина, в принципе, она сочетает в себе как Ну да Потому что японские Конечно, там это, Мисубиси вообще прилег на бочок, когда увидел нас просто У меня идея в голове вот такая, ребят Я хочу сделать из этой машины, опять не смотрим на эту прям Смотрим на ту, которую мы будем покупать Машину, которая будет сочетать в себе комфорт, эстетику, те качества проходимости, которые есть изначально Я надеюсь, что у нас получится и это будет реально круто Но, а мы не переключаемся и едем на попупочку Ну, или покупочку нашей Нивы Ребят, ночь, улица, фонарь, аптека, мы в ночи забираем нашу Ниву и Эвик уже здесь Пойдемте посмотрим, в каком состоянии Нива, потому что Леша ее подготовил, он ее упаковал Прям вот собрал все под нас, все детальки, все вот так вот в кучку, чтобы мы могли это забрать И передать уже нашим сервакам, которые будут все это собирать Пойдемте Всем привет! Это заднее стекло, два боковых и два дверных Окей, хорошо Блин, такое ощущение, как будто я реально покупаю огромный конструктор Лего Вот я зашла там в детский Мнир или в Хемлис и вот у меня стоит моя игрушка, ее упакуют сейчас А можно еще бантик сверху положить, типа я как из автосалона ее забираю? Все, видите, она даже на колесах стоит Между прочим, своих Руль прямо поставлен, нейтралка включена, да? Коробка в салоне, сейчас дверь мы примотали Коробка под сидением, передний редуктор под сидением Раздатка там лежит, то есть все в салоне Это в очередной раз заказывает, что Нива очень вместительный автомобиль Раз вот все можно туда положить и все поместилось Ну что, конечная твоя цена это 150к? Что, 149,999 не пойдет, нет? Ну да Так, у тебя будет сдача? Короче, мне, я просто, знаете, подумала, ну как это пацаны все делают, надо поторговаться, а я торговаться вообще не умею И я считаю, что Леш, на самом деле, он прям отдает нам за максимально объективную цену Даже мне не кажется, немножечко занижена И мне очень стыдно у него просить меньшую цену, поэтому, надеюсь, вы меня поймете Я, конечно, не Гриша завозен, чтобы брать и обниматься там с кем-то, чтобы мне скидку делали Мне кажется, что в этот раз мы торговаться не будем, все по-честному Сейчас откроем мой секретный сейф Money for honey Вот я отдаю эти деньги и понимаю, что начинается что-то прикольное Новый кипиш, новые какие-то приключения, новые слезы и новое непонимание, куда деньги входят А потом понимание, а вроде все получилось Пойдемте Да ты просто знаешь, я чувствую себя министром транспорта Вы внесли неподдельный вклад в культуру Так, все, вот 150, пересчитывай А я смотрю нашу оригинальную ПТС Делаю к этому автомобилю на брелок на ключи Мила, мила, спасибо Боевая Нила Так, СТС-ка Егоров Александр Евгеньевич Всего два владельца, как мы уже показывали Все, давай Супер, загружаем Да здравствуй, второй сезон, возроди легенду